Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэйд, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. У нас закончился турнир. Как ты видишь, Лига Мастеров 3 звезды и забираем наши награды. Сюрикены, доктор Роквелл, золотые сколки и самое главное платиновые. Так, и здесь заберем награду. Ну что, друзья мои, давайте. Буст не получится, потому что, ребята, сейчас поздний вечер. И на это есть определенные причины, почему так вышло, ребята. По-моему, у меня проблемы с почками. Я не знаю, очень сильно у меня болит. Я сегодня сел на больничный, называется, покашлял ночью. Кашель такой, знаешь, навздрыд был. И у меня что-то в правом, в левом, в левом боку, ребята, на уровне поясницы, что-то хрустнуло. Я так и не понял, что такое ощущение, что у меня внутри просто органы перевернулись. И я не могу ни наклониться, ни кашлянуть. Теперь все отдает в правый бок, где-то в области талии. Вот. Не знаю, в чем проблема. Короче, я сегодня сделал УЗИ. Не УЗИ, рентген. Почему-то они думают, что с позвоночником. Я почему-то думаю с почками. Либо, может быть, камни, песок. Я не знаю, на что уже думать. Просто адовые боли. В общем, сегодня полдня я по этим больничкам и седьмого пойду на прием. Дожить бы мне до этого приема. Я себя чувствую хреново. У меня температура, блин. Не лечь, не встать, как этот. Подвязался с шерстяным платком. В общем, как какой-то старый развалившийся дед себя чувствую. А бейсбол не помогает. Вообще никакой. Ни вот этот вот... Ни мисулит не помогает. Ни китарол экспресс. Вообще ничего, ребята. Не помогает. Боль просто адовая. Ладно, поплакали. Теперь давай попробуем поиграть. Что, друзья мои? Как я говорил, бусты уже не получится. Но, тем не менее, я все равно, ребят, хочу хоть в лигу самураев выбраться. Потому что потом будет проблематично мне забираться сюда. Ну, давай 11-11. Я жду. Ага. Дождался. И причем по стандарту. Посмотри, ребята. По стандарту идет Лео Карайко. Ты не замечал, что практически во всех поединках, как мы только вот начинаем бустовать, у нас Леонардо и Карайко идут первыми? Ну, что же. Наказываем. Само собой, ребят, наказываем всех их. Без исключения. Как говорится, дробим их налево и направо. И двигаемся с вами дальше. Так, переходим мы на воин. Две звезды. И ты видишь, что уже ранг, ребята, 82-й. То есть, резкое, ребята, резкое снижение покупкам идет. Ну, это потому, что уже очень много времени прошло. Если у нас откат начинается в 4 часа, то, считай, у нас прошло больше 6 часов. Так что, удивляться нечем, ребят. А, бочина болит, не могу, блин. Сидишь как этот. Как Калич какой-то, блин. Я так и думал, друзья. Я так и думал, что мы не перейдем с вами на воин 3 звезды даже. Угу. И вот тебе на. Получи и распишись, Рэйчик. Ну, дайте мне хотя бы 11-12. Я уж не буду вас тут сильно уламывать на 12. 13, потому что фиг вы мне дадите. Понятное дело, но... Так, это у нас третий поединок. И даже после третьего, скорее всего, ребята, у нас не появится 4 персонажа. О, как слабенько ты бомбанул. Кстати, даже вот эти вот, как они, ребята, таблетки-то называются? Не таблетки, а порошки. Итальянские, германские. Минарини. Фиг, я узнаю, как она называется, короче. А, вот название. Не месил. Не месил даже не помогает. О чем можно, ребята, говорить? Так что... Хреновенько, конечно, я себя чувствую. А самое главное, ребята, я боюсь ложиться спать. Знаешь почему? Потому что в горизонтальном положении я начинаю кашлять, так как у меня кашель еще до сих пор не прошел. И это очень-очень сильно отдается, ребята, именно в бок. Именно в область почек. Блин. Каждый вот такой легкий кашлек, такое ощущение, что меня просто-напросто лбомом пробивает насквозь. Это ужасная боль. Я даже не понимаю, с чего вдруг. Ни с того, ни с сего. Я говорю, сегодня ночью спал, меня просто ночью прихватило. На ровном месте, блин. Кашлял, кашлял. Просто адская боль в боку, блин. Я вскочил, у меня сон пропал. Это было где-то в 6 утра. Все, я... Ничего, температура 37 с лишним, она не спадает у меня. Чего бы я уже не пил, она не спадает. Пошел в больницу, так и так говорю. Не знаю, в чем проблема. Они меня отправили на рентген позвоночника. Завтра я пойду сдавать анализы. Там мочи, еще что-то. Буду смотреть, короче, что там и чего. Если там повышенный белок или что-то, тогда с почками. Тогда, естественно, УЗИ, МРТ или что там они скажут, я не знаю. Будет уже обследование. Ну, даже, предположим, даже если... Ау, даже если ничего не будет. А, я даже двигаться не могу. Если ничего не будет, они что меняют? Как они меня... Ну, какое-то лечение должны же назначить. На основании чего-то тогда. Если у меня, например, там все будет нормально. Мне просто хочется узнать причину. В чем, ребят, причина? Почему на ровном месте вот так вот все... Я понимаю, если бы там застудил, где-то сидел, что-то там, я не знаю, там надорвал где-то. Ничего такого нету. Нету даже повода, даже причины подумать на что-то. Вот такая, ребята, беда. Так, ну что, бомбочка, наверное, добьет их всех. Да, шикарно. Ну что же, потихонечку продвигаемся, ребят. Конечно, были сегодня планы у меня большие, много видосиков поснимать, но похоже, что не получится. Именно, ребята, из-за этой боли. Я вот даже сейчас вот снимаю, у меня просто болит. Очень сильно. Так, ну что же, у нас 56-й уровень против 31-х. Я больше здесь ничего не буду, ребят, делать. Я думаю, что и такой команды справимся, хотя массовых атак практически и нету. Есть только одна у Леонарда, по-моему. А, нет, у Шредера есть. И у Леонарда, он бросает флягу. Вот она. Ну, этого будет достаточно. Да, ребят? Чтобы перекрыть здесь все. Ну что, продвигаемся потихонечку дальше. Элита 3 звезды. Прикольно. Так, после элиты мы уже должны с тобой перейти на... На самураев, ребят. Богдан. Хорошее имя, кстати, Богдан. Типа Богом Дан. Как бы так полное получается. Ну, давай сделаем, наверное, массовую для начала. Массовую атаку. И еще одну массовую атаку. Я думаю, сейчас половина сляжет. Так, давай, Майки. Вырубил. И Донателло. Уничтожаем. Ну что, ребят, неплохо. Очень даже неплохо. Так, мы перейдем. Да, ребята, мы все-таки уже с вами в самураях. 89 место. И мы продолжаем. Так, 13. Я, интересно, получу 14.17? Есть. Есть, друзья мои. 14.17 нам выдали. Так, у них уже, смотри, 41 уровень. Я, наверное, ребята, для подстраховочки возьму здесь шархана. Семидесятника. Ну, чтобы, как говорится, и начать, во-первых, первым, и снизить им защиту. Шархан это делает с офигенной удовольствием. Ну, вообще наизи. Ну, во-первых, ребят, когда он понижал им защиту, он трех бойцов с собой забрал сразу же. Там осталось просто добить двоих. Вот и все. И самурай, две звезды у нас, ребята, здесь сейчас корячатся, кстати. Давай тогда попробуем сейчас 14.17 еще раз выбить. Так, возьму здесь... Ну, куда ты лезешь? Возьму здесь, ребята, Джастина. Пускай тут повеселится чуть-чуть. Мне вот интересно только знать, он по инициативе должен, ребята, переплюнуть всех. Так, неприятный запах изо рта. Ну, и здесь, как ты видишь, все у него хорошо получилось. Очень даже хорошо. И мы переходим с собой в самурай и две звезды. Позиция 75. Так, дальше у нас идет... По идее, мы должны получить уже 14.18. Ага, 14.18. Есть. Ранг, я смотрю, у них 43, 44. Нам надо паукса здесь брать. С его мощным плевком паутинки. Это будет нам как раз на руку. Давай. Замечательно. Блин, надо было вон кого бомбить. Так, давай-ка мы уничтожим свой Кирби. Зачем это сделано было, ребят? Ну, для того, чтобы он не хильнул их. Теперь кулаком. Дальше валуном. Офигеть, валун берет на лжбан. Это же какой у него должен быть лжбан? Чугунный, чтобы не пробить. Так, минус Крис. И минус Майки. Все, ребят. Здесь тоже прекрасно у нас все получилось. Ну, если честно, я даже не сомневался. Так, 21-я позиция. Так, 14.18 уже. Давай я возьму, наверное, здесь зэка. Хотя можно было и не брать. Уже 70-й уровень, ребят. Так, что распетрушили бы их голыми руками. Ну, раз уже взяли, как говорится, просто зэк бросил одну бомбочку, ребята, и всех ушатал. Абсолютно всех. Никому не дал шанса остаться на ногах. И мы уже в самураях, ребята, 3 звезды. Так, самурай 3 звезды. Ищем с тобой 14. Может быть, кстати, уже и 15-19 для нас созрело. Может быть. Сейчас посмотрим. Нет, они дают только понижение. Повышения нет. Ты посмотри, какие жулики. Жулики-конократы, а? Да и идите вы в Пенькин лес. Я тогда сделаю сам. Так, так, и вот так. Ну, что тут, ребята, сказать? У них 45-й уровень, у нас 70-й уровень. Разница в 30 левелов. Это хорошо. То есть, сам понимаешь, буст, есть буст. Он проходится довольно легко. Но единственное, когда мы с тобой завтра заходим, где мы с тобой оказываемся? Правильно. В Лиге Сегуна. Ой, в Лиге Мастеров. Только лишь питье, ребят, спасает. Питье спасает. Ну, и какую-нибудь таблеточку обезболивающего надо принять. Как по мне. Хоть они и не помогают, ребят, но ты себя тешишь надеждой такой, что все-таки, может быть, она сработает, эта несчастная таблеточка. И мне становится немножечко, как бы, полегче от этого. Хотя, на самом деле, я таким образом только печень себе нагружаю этими таблетками. Так, где у нас там? Где открытая пачка-то, егут-макарек, а? Куда она делась? Вот она. Так, ладно, давай, не отвлекайся, Рэй. Бомби по ним. Шурк. Ну, неплохо. Карык отбьет же всех. Нормально. Очень даже... Почему-то все безболившие, ребята, сладкие какие-то. Очень сладкие таблетки. Ну что ж, друзья мои, Лига Сюганов. Прекрасно. Лига Сюганов. И мы с тобой продолжаем нашу эпическую битву. Хотя, назвать ее эпическую, ребята, тяжело. Знаешь почему? Потому что мы с тобой уже бьемся хай-левелами. Объем кого? Объем практически детишек, потому что они 45-й уровень. А, нет, не 45-й, вру, ребят. 54-й у них. 54-й, нет. Это уже средний... Среднее поколение. Это уже не детишки. Так, с 90-го мы попадаем на... 53-е. А дадите мне, например... Дают. Ребят, дают 15-20. Хм. Надо же, даже уговаривать долго не пришлось. Ну что ж, давай вот так вот сделаем. Опять же, у них 53-й уровень. У нас сотки. На 47 уровней выше всех. Соответственно, козырный заход и... А слэшу просто тут добить надо. Что он делает с превеликим удовольствием? Причем на изи, не напрягаясь. Так, с 53-го мы попадаем с тобой на 20. А, на 13-е даже место. Ммм. 15-20. Берем вот этих двух. Ну, в принципе, ребят, тут уже... Последний поединок у нас с тобой останется. Это уже шапочный разбор. Можно так его назвать. Ага. Так, Крэнк. Вжучивает по полной программе. И своим лучом положит. Положит. Причем всех. Всех, друзья мои, он положил. И мы переходим в все угоны. Две звезды. Позиция у нас 76-я. Ну, то есть, где-то будет, наверное, 30-я позиция у нас. По итогу. Ну, 16-21, скорее всего, не дадут, ребят. Если они только дают понижение на 15-19. Что такое-то, не понял я. Да ядрен матрен. Раз, два, три, четыре. Ну, и откат сделаем. Угу. Сделаешь ты откат. Ага. Откатов у нас и нету. Кончились. Поехали. Влупляем. Отлично. Всех сразу же отдуплили. Одной заходкой. Ну, будет где-то 50-е место. 54-е даже. Так, ладно. Здесь закончили, друзья мои. Переходим на серию испытаний. Серию испытаний у нас, я так понимаю, только началась. Только началась. Первый будем с тобой сделать. Это у нас второй получается. Так, змейка объема вырубаем сразу, наверное. Упс. Вырубить не получилось. Минус. Так, этот еще брыкается здесь. Хорош. Так, здесь у нас... Хм, давай плевок. Плевок, ребята, с постепенным уроном, как ты видишь. Да и валунчик, наверное. На пасашок, так скажем. Все, друзья, здесь у нас тоже прудина. Качаем мы с тобой по-прежнему кого? Алапекс. Ну, у нас, по-моему, у ребятам утогена 23 тысячи. Ну, в принципе, должно хватить. Да, на 80-ку мы, ребят, качнули. Так, здесь нам нужна одна катушка, да? Есть. Катушку мы надыбали. 8 номеров. 1, 2. Так, 3. 4. Не надо. 4, 5. Ну. Так, 4, 5, 6. 7. Давай последний. 8. Ну все, ребята, апаем до третьей ступени выполнения миссии. Так, нам нужно две куклы Дарума. Это я уже, ребята, делаю для того, чтобы потратить всю пиццу. Но куклы Дарума пока нету. Есть портрет короля, но он мне как бы не нужен. Последние две попытки. Шиш мне и здесь. Шиш. Офигеть. Просто не дали и все. А здесь я забираю, ребят, все награды. Как бы получается, что все. Ну что, дорогие друзья. На этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Удачи вам.